Ребята, всем привет! Буквально вчера получил вот такое вот сообщение на свой номер МТС. Значит, напоминаем, что вы не пользовались платными услугами больше 90 дней, и на вашем тарифе начала взиматься ежесуточная плата. Она прекратит списываться после совершения любого платного действия. Подробности 057035. Это, скорее всего, номер. Значит, сейчас я объясню ситуацию. Что это за смс-ка? Но перед тем, как рассказать вам, подпишитесь на мой видеоканал и напишите свой комментарий. Приходят ли вам такие смс-ки? Значит, в первую очередь, эти смс-ки приходят только тем абонентам, которые используют номер МТС в роуминге, то есть находясь не на территории России, а на любой другой территории страны. Для того, чтобы вот эти смс-ки не приходили, значит, вот сейчас на моем примере вам расскажу. У меня тариф гостевой. Если в течение трех месяцев я совершу какой-то звонок на территорию России из страны, в которой я нахожусь, то тогда мой тариф подразумевает, что абонплата не будет с меня сниматься, то есть ноль в месяц абонплата составляет. Если же я за 90 дней не совершу ни единого звонка на территорию России, насчет смс-ок я вот не знаю, нужно проверить, засчитывается ли смс-ки или не засчитывается, то в этом случае мой тариф переключается на ежедневную оплату, ежесуточную оплату, по-моему, 3 рубля 20 копеек. Поэтому, если вы в роуминге используете свой номер, то не забывайте хотя бы раз в три месяца до вот этой смс-ки совершить какой-то звонок или отправить смс-ку насчет смс-ки неуверенно на территорию России, для того, чтобы у вас проявилась активность на вашем номере, и чтобы тариф у вас не изменился, чтобы у вас не было ежесуточной абонентской платы. Более подробно об этом я рассказал в этом видео, сейчас вам покажу. Я буквально на днях опубликовал видео, и я более подробно все рассказал о своем тарифе. Вот называется «Видео не работает роуминг». Ссылку на видео я оставлю в описании под видеороликом, а также в конце этого видео будут рекомендованные видео, можете перейти и посмотреть. Вот, в принципе, все, что я хотел вам сказать по поводу вот этой вот смс-ки. Будьте внимательны. Значит, в моем тарифе, если будет сниматься 3 рубля 20 копеек в день, если я не ошибаюсь, то в месяц эта абонентская плата составит больше 100 рублей. Вот, если я позвоню, сейчас я нахожусь на территории Украины, если я позвоню с территории Украины на территорию России в роуминге, то есть меня снимет 100 рублей за одну минуту. То есть это намного дешевле позвонить раз в 3 месяца, и чтобы с вас снялась сотка 100 рублей, то ли заплатить каждый месяц по 100 рублей. То есть вы экономите больше 200 рублей. Если все досконально почитать, то больше 200 рублей вы экономите. Вот такой вот видос. Не забудьте в это видео перейти. Я тут более подробно рассказал, какой тариф я использую для того, чтобы не платить абонентскую плату, находясь в роуминге. Соответственно, когда я приеду в Россию или совершу звонок с территории России, то, соответственно, я проявлю какую-то хоть активность на территории этой страны, но сейчас я не могу это сделать. Поэтому роуминг у меня работает на полную катушку, и нужно следить за тем, чтобы не получать вот такие вот смс-ки. Иначе будет абонентская плата. На этом все, ребята. Если у вас есть какие-то вопросы, обязательно пишите мне в комментариях под видеороликом. Также подписывайтесь на видеоканал. На видеоканале очень много интересных видосов. Мне часто люди задают свои вопросы, пишут мне в комментариях. Я на каждый вопрос стараюсь предоставить ответ, если имею определенные знания по вашему вопросу. Поэтому пишите, не стесняйтесь. Всегда буду рад вам помочь. Всем до новых встреч. Пока.